Нейрофизиологические и сердечно-сосудистые эффекты безоценочного восприятия негативных стимулов. Экспериментальные исследования. Как раз к вопросам, что касалось майндфулнеса и что касалось обесценивания, может быть, роли майндфулнеса. Нет, вот у нас, пожалуйста, есть экспериментальные исследования, которые могут поддержать. Ну, я думаю, что мы здесь тоже безоценочно выступим. Не будем говорить по поводу обесценивания или поддержек, наоборот, позитивного подкрепления. Я думаю, что все равно мы все в одном ключе, в общем, едином направлении можем понять друг друга, найти вот такие эффективные варианты взаимодействия. Поэтому нет такого противоречия. Это скорее как работа Джона Уотсона, который пытался психологию вернуть все-таки в научное поле, введя вот эту формулу, стимул реакции. Когда тоже многие говорили, что вот это такой редукционизм, это какое-то обесценивание души человека, обесценивание его психики со всем ее многообразием. Редукционизм такой жесткий. Ну, нет, я думаю, что мы найдем, что и в этом увидеть и глубину раскрыть. И вот здесь мы видим как раз безоценочное восприятие как содержательный такой аспект и физиологический, и технологический майндфулнеса. И эти исследования поэтому носят особо ценный характер. Поэтому спасибо большое за то, что вы нашли возможность приехать сюда и выступить с таким замечательным докладом. Спасибо, Дмитрий. На самом деле, спасибо вам, что предоставили такую возможность. Я вообще по своему образованию, по своему бэкграунду психофизиолог занимался этим 15 лет. И в психотерапии относительно недавно, чуть более года в практической. Поэтому мне было бы интересно поделиться с вами теми исследованиями, которые проходили в Новосибирске, в институте физиологии и фундаментальной медицины где-то с 2011 по 2015 год. На собрании психологов, психотерапевтов я впервые, в основном там, где я выступал, это была психофизиологическая публика. Но было бы интересно показать вам, что мы делали, что мы сделали. И вспоминая слова Артура Фримена, что КПТ четвертой волны уже так или иначе ориентируется или пытается встретиться с нейрофизиологией, с психофизиологией, думаю, что мой доклад будет вами воспринят. Ну, пару слов об истории. В далеком 2001 году в нашей лаборатории, куда я пришел только аспирантом, впервые мы пробили вот эту тему исследования медитативных практик. И была написана статья двумя коллегами из лаборатории в 2001 году и опубликована в Neuroscience Letters. К сегодняшнему моменту 567 цитирований, то есть это, наверное, в лаборатории одна из самых успешных публикаций была. И эта статья, в общем-то, породила интерес лаборатории к исследованию медитативных практик. Но 10 лет ничего не исследовалось, бюрократическая машина застряла. И лишь в 2011 году мы эти исследования возобновили. В этой работе был показан, собственно, процесс медитации. То есть биоэлектрическая активность мозга в процессе медитации, в процессе подготовки к медитации. Были проведены корреляции относительно психологических особенностей и биоэлектрической активности коры. Но вопрос, а что дальше, да? И с чем все-таки связаны положительные эффекты медитативных практик? Таких исследований уже достаточно много. Мы знаем, что медитативные практики оказывают благотворное влияние на разные составляющие. На психологические, на физиологические. Есть исследования, которые говорят о том, что на тревожные расстройства, на депрессивные расстройства медитативные практики благотворно влияют. Есть исследования по артериальной гипертензии, по ишемической болезни сердца, которые говорят о том, что меняется физиология сердечно-сосудистой системы. Есть исследования по нейропластичности, которые говорят о том, что прокачивание некого навыка в форме медитативной практики меняет структуру головного мозга в определенных зонах. И с чем все-таки это связано? Интересовали механизмы нас, что в подложке там, собственно говоря, находится. И вот один из ключевых элементов mindfulness – это все-таки безоценочное восприятие, безоценочное мышление. То, о чем Снежана сегодня уже успела сказать. И вопрос возник, какие нейрофизиологические и сердечно-сосудистые эффекты имеют место в процессе безоценочного восприятия негативных стимулов? Ну, перед тем, как сформировать гипотезу, хотелось бы вот этот слайд вам показать, который я всегда показываю своим студентам, который у меня спрашивает. А вот схема А, Б, С, она вообще как реальная? Кто ее придумал? Почему Б перед С, почему мысль перед эмоцией, а не наоборот? Вот я обычно показываю вот этот слайд, как все происходит, собственно говоря, хронометрия эмоциональной реакции. И вот здесь видно, что во временном отрезке 200-800 миллисекунд уже все происходит, происходит оценка. И мозг уже четко различает нейтральный стимул от негативного. И мы видим усиление вызванных потенциалов, поздний позитивный потенциал. Уже вот довольно рано, через 300 миллисекунд, мозг понимает, что перед ним. Какой перед ним стимул, значимый он, опасный, угрожающий или какой-либо иной. И в дальнейшем уже подключаются физиологические системы. В данном случае на этом графике представлена частота сердечных сокращений. Вот мы видим, что на негативный сигнал бордикардия больше развивается. Да, вообще обычная реакция сердца на негативный стимул – это уменьшение частоты сердечных сокращений. И вот мы видим, что этот процесс различения нейтрального сигнала от негативного происходит гораздо позже. То есть уже где-то в районе второй секунды. И, как мы знаем, эмоция – это все-таки процесс, который так или иначе связан с телесной компонентой и ощущается как телесная компонента. Поэтому вот, собственно говоря, вот эта схема показывает, что сначала B, а потом C. И в этой связи у нас… То есть сначала когниция, а потом эмоция. И в этой связи у нас возникли гипотезы. То есть первое, что включение безоценочного восприятия каким-то образом будет влиять на эту систему ранней оценки значимости стимула. То есть будет что-то меняться на самом раннем этапе. Мозг будет как-то по-другому воспринимать этот сигнал – менее значимый, менее опасный, менее угрожающий. И в дальнейшем реакция эмоциональная будет также развиваться менее интенсивно. Раз меньше оценка, значит, меньше реакции все ее последствия соматические и так далее. И вторая гипотеза, что в результате длительной практики медитации вот эти навыки каким-то образом автоматизируются. Что человек, который длительно занимается практикой, не нужно включаться специально, как бы входить в безоценочное мышление. Он автоматически оценивает какие-то негативные сигналы или негативные события как менее значимые, менее персонально значимые для себя, если они действительно не являются там витальными какими-то. Теперь об эксперименте. Что было в эксперименте? Были два условия. Это естественное восприятие негативных стимулов и безоценочное восприятие. И испытуемые. Были контрольные испытуемые, которые не практиковали. И были медитаторы, будем их так называть. То есть это практика сахаджа-йога-медитации более пяти лет. Не буду вдаваться в детали этой практики. Она, в общем, похожа на то, что сейчас мы называем mindfulness. Там тоже есть элементы безоценочного восприятия своих мыслей, безмысленного сознания. И, в общем-то, по сути, это примерно похожие вещи. Вот сам дизайн эксперимента. Что было? Ну, во-первых, была предварительная подготовка безоценочного восприятия. То есть испытуемые наши тренировались безоценочно воспринимать неприятные стимулы. Вот эти стимулы были представлены. То есть что такое безоценочно воспринимать? Как сторонний наблюдатель, не вовлекаться в контекст, не пытаться быть поглощенным этой картинкой. То есть воспринимать безоценочно. И второй вариант – это естественное восприятие, где никаких инструкций вообще не давалось. Они должны были просто смотреть и воспринимать, ощущать так, как оно есть. Так как те эмоции, которые возникают естественным образом. В дальнейшем проводилась оценка, естественно, каждой фотографии, которая предъявлялась по 10-бальной шкале. То есть мы видели и физиологические реакции, и субъективные. Анализируемые показатели. Использовался анализ электроэнцефалографии и анализ вызванных потенциалов головного мозга в ответ на стимул. И использовался гемодинамический монитор-фенометр. Это такая уникальная, очень хорошая штука, которая позволяет измерять массу сердечно-сосудистых показателей бит-бай-бит. То есть каждую секунду в онлайне. И мы могли, собственно говоря, за счет этого оценить непрерывность, хронометрию вот этой реакции. И нам было важно посмотреть не последствия практик, не последствия мышления через какое-то время. А, собственно, в процессе, в онлайне, что происходит с физиологическими системами в самом процессе восприятия безоценочного. Ну и вот к результатам. Это здоровые испытуемые. И мы видим, что попытка воспринимать стимул безоценочно действительно меняет их амплитуду вызванных потенциалов в раннем периоде. Вот зеленое – это безоценочное восприятие, здесь амплитуда меньше, чем вот красная линия – это естественное восприятие стимулов. То есть включение сознательное волевое безоценочного восприятия меняет вот эту оценку на раннем этапе. И что характерно, у высокотревожных и депрессивных испытуемых данного эффекта не наблюдалось. То есть они не могли включить безоценочное восприятие негативного стимула. У них не получалось это. И у них эти две линии были схлопнуты. Что было у медитаторов? Это обычный просмотр стимулов, негативных фотографий. И мы видим, что если у контроля, опять же, в периоде ранней оценки сигнала был рост амплитуды, у медитаторов ничего не происходило. То есть они не оценивали этот стимул как негативный, как значимый, как персонально релевантный, как угрожающий, еще бог знает какой. То есть они оставались в спокойствии мозговом, будем так говорить. Это теперь сердечно-сосудистые показатели. Что здесь было? Мы не увидели никакой разницы в самом периоде восприятия, но мы увидели очень интересный эффект в периоде ожидания стимула. И что мы увидели? Что в момент ожидания негативного стимула, общее периферическое сопротивление сосудов, то есть сосудистый тонус повышается. Повышается сосудистый тонус, давление, снижается кровоток. В момент безоценочного восприятия, то есть когда человек просто готовится к восприятию стимула безоценочно, у него в этот момент снижается сосудистый тонус. И примерно как при просмотре нейтральной картинки происходит ситуация. То есть это очень важный момент. Как раз мы и об ожидании сегодня говорили. И как раз вот эти самые периоды ожидания событий являются для нас и для наших пациентов ключевыми. То есть мы в основном живем между событиями, между какими-то актуальными стимулами или событиями. Очень часто это прокручивание в голове чего-либо, это ожидание чего-либо, это прогнозы какие-то. То есть то, что происходит до реальной какой-то угрозы или реального сигнала. И вот безоценочное восприятие, когда мы лишь готовимся безоценочно просто воспринять сигнал, который мы знаем будет, снижает сосудистый тонус. Подумаем о бартериальной гипертонии и ее генезе психогенном в этой связи. Что происходит у длительно практикующих медитацию? А ничего не происходит. Они ожидают стимула негативного без увеличения сосудистого тонуса. То есть если у здоровых испытуемых, вот мы видим красная линия, сосудистый тонус гораздо больше при обычном восприятии, и он снижается, когда они включают безоценочное мышление контрольное, то у медитаторов все три условия одинаковы. То есть они, включая медитаторы безоценочное мышление, ничего себе не добавляют. То есть они уже, даже при обычном восприятии, когда нет никаких инструкций, уже не испытывают напряжения в сердечно-сосудистой системе. И мы видим, что вообще общие уровни, общего периферического сопротивления сосудов у них меньше вообще в целом. Выводы, да, какие можно сделать. Длительная практика медитации, скорее всего, меняет систему первичной ранней оценки сигнала, что очень важно. И сегодня нам сказали лишь только о дефолт-системе, которая путем медитативных практик может просто забиваться, как было сказано, и мы просто переключаем мышление на восприятие за счет этого, гасим себе вот эти импульсы, дефолт-системы, наши руминации, ожидания, беспокойства. Но все совсем не только так. И помимо вообще дефолт-системы существуют еще две системы. Это исполнительная система и система оценки значимости. Saline System и Executive System. И все эти три системы работают во взаимодействии. Только так их нужно воспринимать. И вот результаты этого исследования как раз говорят о том, что длительная практика медитации, безоценочного мышления, безоценочного восприятия, меняет именно систему оценки и детекции вообще событий, которые происходят с нами, стимулов, событий и так далее. Вот это для нас явилось достаточно важным моментом. И сердечно-сосудистый эффект тоже был очень важен. что то, что контрольными испытуемыми достигается при волевом включении безоценочного отношения к событиям, у медитаторов происходит автоматически. И возможно это связано с определенной прокачкой вот этих систем восприятия сигнала. Вполне возможно. И мы решили подтвердить, да, то есть если это так, тогда каким образом вообще медитаторы будут оценивать стимулы, если их несколько, да, в поле зрения. То есть как будет меняться система внимания, система избирательного внимания. И вот был проведен эксперимент с использованием трекинга глаз, да, то есть это методика, которая позволяет отслеживать наш взгляд по какому-то изображению. То есть куда он идет, где он останавливается, в каких частях он долго останавливается и так далее. И был проведен очень простой эксперимент. Предъявлялось четыре лица с разными эмоциональными состояниями. Гнев, радость, страх и нейтрал. Ну и потом был стирающий слайд, чтобы как бы убрать вот это впечатление. И какие оказались результаты, да, были взяты также две группы медитаторов и просто обычные условно здоровые люди. Что оказалось? Оказалось, что медитаторы практически не фиксируют внимание на гневных и испуганных лицах. Да, то есть когда перед ними есть некий выбор, они идут в сторону положительного лица и разглядывают его больше. Напомню, да, что никаких инструкций здесь не было. Вот просто смотрите, как смотрится, и все. Поэтому это, собственно, подтверждение уже в другом методе исследования на когнитивном уровне вот этой самой системы оценки, которая, по всей видимости, меняется в процессе практики медитации. Да, и эти исследования были опубликованы. Вот International Journal for Psychophysiology, Psychophysiology, Cognition and Emotion, результаты трекинга глаз, Neuroscience, результаты по вызванным потенциалам. Поэтому, в общем, эти результаты были восприняты мировым сообществом. Это наша команда в лаборатории психофизиологии, в Институте физиологии. К сожалению, никто из них уже в науке не работает. Все пошли в разные места. Кое-кто учится на базовом курсе в Новосибирске сейчас, наверное, Дмитрий Викторович узнает. Кое-какие лица. И еще один момент. Вот когда мы планировали продолжение исследований, мне посчастливилось несколько раз встречаться с Гишет Джампой Тинлеем, несколько часов с ним проговорить. Это тибетский буддистский наставник, один из представителей Далай-Ламы в России. Он приезжал к нам в лабораторию, в Институт физиологии, и планировалось с ним провести очень широкомасштабные исследования буддистской медитации, даже построить лабораторию в Иркутске, на Байкале, вернее, где у них ретрит-центр. Но все завязло в бюрократической машине опять, академики не договорились. Но вот я у него в разговоре спросил, говорю, а вот зачем вам вообще это все надо, зачем вам эти исследования, вот что вам это дает? Он сказал, мне лично это ничего не дает. Я буддистом как был, так и останусь. Я как практиковал, так и буду практиковать. Но для вашего западного сознания очень важны факты и доказательства. Поэтому для меня очень важно проводить эти исследования. И для меня важно, что, скажем, какие-то люди пойдут к практикам вместо антидепрессантов или алкоголя. Поэтому он очень инициировал эти исследования, хотел их провести, но, к сожалению, не получилось. И когда я у него спросил, говорю, а что будет, если мы ничего хорошего не найдем вообще в ваших практиках, ничего там не увидим, ни в мозге, ни в теле, он вот к меня посмотрел, улыбнулся, сказал, такого не случится. Вот. Ну и, собственно, все. На этом я бы хотел закончить свой доклад. И вот это рукопожатие символизирует встречу, наверное, вот нейрофизиологии, психотерапии, которая должна состояться, которая, которая я приветствую, и сам в себе я уже эти две руки, как бы, пожалуй, соединил, уйдя от психофизиологии в психотерапию. Спасибо за внимание. Спасибо за прекрасный доклад. А можете прокомментировать один свой слайд? Вот у вас измерение безоценочно воспринять негативный стимул и там сравнение. Вот это, да-да-да, предыдущее. Вот в этот момент те, кто практиковал медитацию, я так понимаю, они в этот момент же медитации... А, следующий, вот этот, наверное, да? Нет, нет, вот именно тот, который был. Намерение безоценочно воспринять негативный стимул. Они в этот момент же не медитировали, правильно я понимаю? Нет, не медитировали. То есть это речь идет именно об автоматическом, то есть то, что у них уже навык сформирован, и они просто вот такие по жизни уже. Да, но условия были у всех одинаковые, да, и у контроля, и у медитаторов, да, то есть нужно было либо просто смотреть, рассматривать стимулы, либо включать волевым усилием безоценочное восприятие. Так вот, когда медитаторы его включали, им это ничего не добавляло. То есть они уже автоматически, даже при простом просмотре, уже не повышали тонус, да, то есть эта тревога ожидания, повышение сосудистого тонуса у них не происходило. То есть вот так. Такой был эффект. И еще один момент там было, что у вас было понижение частоты сердечных сокращений. Да, это самый первый слайд. А разве он не повышается? Здесь речь идет о реакции короткой, да, то есть вот это несколько первых секунд. Вообще так мы устроены, что когда мы видим какой-то стимул, какой-то сигнал, у нас сердечные сокращения снижаются. То есть это называется ориентировочная брадикардия, и на протяжении первых пяти секунд у нас происходит некое замирание, да, замедление частоты сердечных сокращений. А потом уже при переживании развернутой эмоции, при подключении там других когнитивных процессов, уже может частота сердечных сокращений повышаться. Но вообще, в принципе, на негативный стимул у нас реагируют в большей степени сосуды, да, то есть это сосудистый тонус, это повышение давления за счет именно сосудистой компоненты. Когда мы радуемся, у нас тоже повышает частота сердечных сокращений. Но при этом расслабляются сосуды, то есть как бы трубы прочищаются. Будем так говорить, когда мы радуемся. Сосуды расслабились, сердце усилилось. Вот это как бы коррелят положительные эмоции. Ну да, можно и так сказать. Да. Вот в начале был слайд о том, что для своего исследования в качестве медитаторов вы взяли представителей сахаджа-йоги. Скажите, пожалуйста, чем вызван данный выбор, потому что сахаджа-йога, она не является какой-то древней системой знаний, а достаточно молодой культ, возникший всего лишь в прошлом столетии. Вот чем вызвана именно этот выбор ваш? Ну, во-первых, он вызван чисто технически, потому что кто был, того и взяли. У нас, нам необходимо было набрать 30 медитаторов с опытом медитации 5 и более лет. А, все ясно. Ни к кому другим у нас доступа в тот момент в Новосибирске не было. То есть какого-то определенного критерия не было? Если бы он был, то мы бы, конечно, об этом подумали, но, к сожалению, не было. Потом он появился уже, мы вышли на буддийский центр, но, к сожалению, институт уже не был больше заинтересован в исследованиях медитации. Спасибо за интересный доклад. Спасибо. Спасибо большое. Да, вот как раз Сергей Валентинович нам помог тоже еще раз убедиться, что четвертая волна, она зреет, идет и развивается. Еще есть вопросы? А, извините. Тогда мы еще раз попросим, если можно ответить. Спасибо. Спасибо за доклад. Вот на самом деле, вот лично у меня какие вопросы родились? Понятно, представители, которые занимались медитацией достаточно длительно, вот хотелось бы узнать, до того, как они начинали заниматься медитацией, какое у них было оценочное мышление, ну, потому что вот в сравнении хотелось бы увидеть, потому что понятно, что работа их мозга, она, вероятно, да, мы можем предположить, что она обусловлена медитацией. А что было до этого, непонятно. Очень хороший вопрос, его все задают, и никто не может на него ответить. Если бы у нас была возможность провести лонгитюдное исследование 20-летнее, мы бы ответили на этот вопрос. Пока мы можем лишь предполагать. Но в этом исследовании у нас действительно были люди, которые, ну, то есть, это к вопросу, в медитацию идут уже особые люди, да, какие-то, с какими-то предиспозициями, да, с преподготовками, да, с преподготовками, или сама практика влияет. Это вопрос вечный. Пока они не сделают лонгитюдное исследование, ответа на него не будет. Я вам сказать не могу. Единственное, что другие работы, вот не эти исследования предыдущие, там брались в качестве контрольной группы, не совсем контрольной, а те, которые занимаются медитацией, но занимаются год примерно, да, то есть, как бы уже пришли, то есть, они уже несколько ближе, ближе к чистому контролю, так скажем. Но все-таки на ваш вопрос ответа пока нет. Можно еще один очень маленький вопрос? Вот, понятно, функциональный МРТ, я так полагаю, делали, да? ЭГЭ, электроэнцефалография, вызованный потенциалов. Вот насколько точно можно сказать, что в этот момент действительно у этих людей было безоценочное мышление, потому что, по идее, да, может быть, они пользовались какими-то техниками, снижающими там тревогу или возбуждение и так далее. Опять-таки, по последнему слайду, да, где показано было, на какие лица они обращали внимание, они ведь, да, обращали на нейтральное лицо внимание, они исключали негативные эмоциональные реакции и очень внимательно смотрели на лицо изображающую радость. Как бы вот все-таки оценочность какая-то, ну, вот мне так кажется, может быть, я ошибаюсь. То есть, действительно ли у них было безоценочное восприятие или все-таки это были какие-то… Сейчас, я промотаю вот на этот слайд, да, по которому вопрос. Ну, как бы не совсем только… Вот этот, да? Ну, вот этот, да? Да, да, по большей части. То есть, да, эффект заключался в том, что медитаторы практически вот фиксировали вот здесь вот, да, внимание, то есть они игнорировали вот эти лица. А контрольно-испытуемые и эти лица рассматривали, и лица гнева, кстати говоря, вот эти два лица были в основном те, на которые обращал внимание контроль. И у вас вопрос, было ли в этот момент у них безоценочное мышление? Да, можем ли мы это называть безоценочным? Мышлением и восприятием? В данном случае речь об этом не идет. Это был… Вот этот эксперимент был проведен лишь для того, чтобы сказать, что у них… Вопрос не в том, что у них в этот процесс безоценочное мышление, а в том, что у них вообще меняется, в принципе, система, ну, как бы вот оценки, система восприятия негативности, да, сигнала, его угрозы персональной значимости и так далее. Но по большому счету, какая разница, вот какое имеют значение эти лица? Да никакого на самом деле. И мозг медитатора в этот момент говорит, да они никакого значения не имеют, это просто фотографии. А контрольные испытуемые для них-то что-то значит, несмотря на то, что это просто фотография. Оценка включается на нейтрал и на плюс, а на минус оценка у них не включается, да? Выходит так. Вот этот слайд, да, то есть он показывает, что вот контроль – это синенькие столбики. Вот видите, у них на радостные лица, да, вот радостные лица и гневные лица и испуганные лица, да? Ну, на радостные чуть больше, но в принципе вот эти вот три столбика у них достаточно высоко. У медитаторов, видите, один-единственный пик, да, радостные лица. А гневные игнорируются как нерелевантные, как незначимые, как не имеющие смысла для того, чтобы на них вообще фиксировать внимание. И это действительно так, по сути. Если бы это были реальные лица, или мужик с топором, например, да, с таким лицом, то, наверное, медитатор должен был бы убежать все-таки, да? Это было бы правильно. Если бы он не убежал, тогда мы бы говорили о том, что, ну, практика медитации совсем, да, уж расслабляет до такой степени, что уже витальные стимулы не воспринимаются. Но это не так. Хотя такие исследования тоже надо провести. Поняла. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.